Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – понятие о видообразовании, формы и механизмы видообразования. Сегодня на уроке вы узнаете о понятии видообразования, о механизмах и способах видообразования. Вы научитесь выявлять цель и значение видообразования для живой природы. Эволюционные изменения, которые происходят на уровне царства, отряда, класса – это макроэволюция. А эволюционные изменения, которые происходят на уровне вида – это микроэволюция. Видообразование – это процесс образования нового биологического вида. Различают три способа видообразования – филитическое, гибридогенное и дивергентное. Филитическое видообразование – это постепенное превращение во времени одного вида в другой. Механизм изменения условий среды захватывает весь ареал накопления наиболее выгодных изменений у всех популяций вида. Под номером 2 показано гибридогенное видообразование путем гибридизации, то есть исходные формы А и Б появляется новый вид, который обозначен на данном рисунке буквой С. Дивергентное. Здесь идет наоборот расхождение. От исходной формы А появляются новые два вида А и Б. Идет разделение первоначально единого вида на два или более новых вида. Механизм. Изоляция между популяциями, накопление генетических изменений, появление репродуктивной изоляции, то есть невозможности скрещивания. Механизмы видообразования различают два способа. Это аллопатрическое видообразование и симпатрическое. Аллопатрическое видообразование происходит при географической изоляции между популяциями или вследствие резких отличий в окружающей среде внутри вида. Как видите на данной схеме, основными этапами аллопатрическое видообразование является начало видообразования на основе формирования барьера. В роли барьера могут быть реки, озера, овраги. В основе формирования барьера возникает репродуктивная изоляция за счет накопления изменений в генотипе и фенотипе. На этом завершается процесс видообразования. Симпатрическое или экологическое видообразование. Новый вид образуется внутри ареала исходного вида. С самого начала изоляция является генетической. Такое положение создается в результате полиплоидии вследствие нарушения нормального хода миоза при крупных хромосомных перестройках или межвидовой гибридизации, как это видно на данной схеме. Географическое, аллопатрическое видообразование. Его особенностью является то, что оно происходит очень медленно и отличается по морфофизиологическому критерию. На данном рисунке вы видите схему данного вида образования. Первый рисунок – это исходная форма популяции, которая в результате формирования барьера, в данном случае река, формируется два изолята. В дальнейшем возникает репродуктивная изоляция за счет накопления изменений в генотипе и фенотипах. Пример географического вида образования – роскошный горный попугай, который обитает на территории Австралии. В условиях засушливого климата пустыня Виктория стала барьером. В результате этого возникла восточно-австралийская популяция попугая и западно-австралийская популяция попугая. Особенностью восточно-австралийской популяции является то, что птицы предпочитают жить вдали от человека и занимают степную зону. А западно-австралийская популяция, она наоборот обитает на ландшафтах, и огромная численность этих птиц приносит ощутимый ущерб пшеничным полям. Также между географическим популяцией попугаев не происходит обмена генетической информацией. В будущем поэтому возможно возникновение новой популяции в результате репродуктивной изоляции. Еще один пример симпатрического теперь видообразования. Классическим примером является диверикенция рыб цихлит, которые обитают в Африке, в озерах Малави, Танганика и Виктория. В озере Танганика появились 250 видов рыб цихлит. Ученые посчитали, что такое огромное количество видов возникли на протяжении 12-15 миллионов лет. В озере Малави 500 видов возникли менее чем за 5 миллионов лет. И рекордная скорость вида образования зафиксирована в самом молодом озере, это Виктория, где на формировании 500 индемичных видов по разным оценкам от 15 до 100 тысяч лет. Еще один пример симпатрического видообразования – это репродуктивная изоляция двух видов ворон – серой и черной, которые возникли в результате мутации участка хромосома, отвечающая за цвет оперения и поведение этих птиц. На данном рисунке, ребята, вы видите карту, где показан ареал обитания двух популяций. Варианты симпатрического видообразования – это полиплоидия и гибридизация. Полиплоидия – это тип геномной мутации, увеличение числа наборов хромосом в клетках организма. Так, например, разные виды пшеницы составляют ряд с наборами 14, 28 и 42 хромосомы. В клетках дикого хлопчатника, например, 26 хромосом, а культурного хлопчатника – 52. Гибридизация – это скрещивание организмов разных видов. Примером гибридизации является скрещивание алычи и терна, в результате чего был получен новый культурный сорт – сливы. Какие факторы мешают скрещиванию особи? Первый фактор – это экологическая изоляция. Особи различных групп предпочитают различные условия места обитания. Второй фактор – сезонная изоляция. Оплодотворение у особи разных групп происходит в различное время. Третий фактор – это логическая или поведенческая изоляция. Особи разных групп имеют различные ритуалы ухаживания. И четвертый фактор, который мешает скрещиванию особей – это морфологическая изоляция. Репродуктивные органы особи разных групп делают невозможными перекрестное опыление. А теперь, ребята, я предлагаю посмотреть вам видеоматериал. Видообразование – это процесс изменения старых видов и появления новых в результате накопления новых признаков. При этом генетическая несовместимость новообразованных видов, то есть их неспособность производить плодотворное потомство или вообще потомство, при скрещивании называется межвидовым барьером или барьером межвидовой совместимости. Существуют разнообразные теории, объясняющие механизмы видообразования, ни одна из которых не считается общепризнанной или полностью доказанной. Одна из причин этого – сложность эмпирической проверки из-за долговременности изучаемого процесса. Согласно синтетической теории эволюции, СТЭ, основой для видообразования является наследственная изменчивость организмов. Ведущий фактор – естественный отбор. В СТЭ выделяют два способа видообразования – географическое или аллопатрическое и экологическое или симпатрическое. Переходим к практической части нашего урока. Первое задание. Определите соответствие терминов и определений. В первом столбце даны два варианта терминов. Первое – это видообразование и барьер межвидовой совместимости. Вторая строка. Барьер межвидовой совместимости и аллопатрическое видообразование. И третья строка. Гибридогенное видообразование и симпатрическое видообразование. Ответ следующий. Первое. Видообразование – это процесс изменения старых видов и появления новых в результате накопления новых признаков. Второе. Барьер межвидовой совместимости. Это неспособность производить плодотворное потомство или вообще потомство при скрещивании. И третье. Симпатрическое видообразование. Это расхождение групп особей одного вида, обитающих в одном ареале, по экологическим признакам. Задание номер два. Дополните предложение, используя термины из ниже следующего списка. Естественный отбор, видообразование и аллопатрическое видообразование. Ответ. Видообразование. Процесс изменения старых видов и появления новых в результате накопления новых признаков. Согласно синтетической теории эволюции, СТЭ, основой для видообразования является наследственная изменчивость организмов, а ведущим фактором является естественный отбор. Третье предложение. Видообразование, при котором важную роль играет раздерение ареала вида на несколько изолированных частей, называется аллопатрическое видообразование. Третье задание. Выберите один правильный ответ на вопросы, приведенные ниже. Первый вопрос. Видообразование, которое приводит к возникновению новых видов, всегда морфологически близких к исходному виду. Четыре варианта ответа. Гибридогенное, симпатрическое, аллопатрическое, гибридогенное и симпатрическое. Второй вопрос. Видообразование, которое приводит к возникновению новой видовой формы, отличное от каждой из родительских особей. Варианты. Симпатрическое, аллопатрическое, гибридогенное, гибридогенное и симпатрическое. Третий вопрос. Географические преграды приводят к возникновению географически изолированных популяций. Варианты гибридов, изолятов, симбионтов, сообществ. Гибридогенное, 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 гибридогенное и симпатрическое. Второе. Видообразование, которое приводит к возникновению новой видовой формы, отличное от каждой из родительских особей, гибридогенное. Третье. Географические преграды приводят к возникновению географически изолированных популяций, изолятов. На этом сегодняшний наш урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok